Русские новости Экстрим Так мы называем передачи, в которых рассказываем об экстремизме власти И проявляется такой экстремизм более всего на судебных процессах, которые посвящены экстремизму Ложному экстремизму, которого нет и в помине И который якобы проявляется представителями русского движения В основном это законодательство об экстремизме как раз было принято самыми радикальными врагами русских людей Теперь у нас есть 282 русская статья и в целом законодательство об экстремизме Которое преследует практически исключительно русских людей, исключительно национал-патриотов Ни к либералам, ни к коммунистам подобные статьи никогда не применялись Вот только мы, активисты русского движения, подвергаемся гонениям по так называемому антиэкстремистскому законодательству Хотя никто из вот этих людей, которые возбуждают эти дела, их ведут следователи, прокуроры, судьи В общем-то не знают, что такое экстремизм И вот очередной суд состоялся по поводу публикации видеоролика Владимира Васильевича Ковачкова Который находится уже много лет в местах заключения Тоже по сфальсифицированному делу, тотально сфальсифицированному Ну и по неправосудному приговору, который присудили ему верховным судом Не каким-нибудь там районным судом, который там коррумпирован от момента своего формирования А верховным судом, то есть высшей судебной властью И вот теперь, когда подошло время к моменту, когда можно просить или требовать условно-досрочного освобождения Придумали еще одно дело До этого, год назад или немножко больше, было дело, связанное с публикацией книги Определение книги Владимира Васильевича как экстремистской Ну и естественно, что именно так и решили, да, совершенно экстремистская книга Хотя книга не выходит за рамки обычной политической риторики И теперь возбудили дело по видеообращению, которое было распространено в сети интернет И какие-то полоумные эксперты определили, что там есть призывы к свержению, насильственному свержению государственной власти и прочее, прочее Эксперт я смог выступить на этом суде вместе со Степаном Сулакшином, который тоже был привлечен для этой цели И потом я получил звукозапись и из этой звукозаписи попытался сделать такой видеоролик, который вы сейчас посмотрите, послушаете И хотел бы обратить внимание на то, как задает вопросы и что, собственно, интересует тех людей, которые ведут этот процесс Прежде всего прокурора, я не помню фамилию Авдеенко, по-моему, прокурор из Мордовии Вот его специально прислали на суд в Самарской области Почему в Самарской области, непонятно Военная коллегия Приволжского округа Вот она ведет судебное заседание, три судьи и прокурор из Мордовии Вот этот прокурор, как он задает вопросы? Ну, во-первых, это абсолютно безграмотный человек То есть он не в состоянии сформулировать вопрос У него вопросительное предложение как-то вот не складывается Во-вторых, он совершенно не осведомлен о предмете, о котором спрашивает У него само предложение, которое он пытается сформулировать как задачу для эксперта Настолько безграмотно, что понять, что действительно его интересует, очень трудно Ну, разве что из тех слов, которые включены в это безграмотное предложение С судьями несколько легче Судьи все-таки задают именно вопрос и интересуются предметом дела А чем интересуется прокурор? Вот Юрий Чайко в течение многих лет, находясь на должности генерального прокурора Вырастил целое поколение вот этих безумцев, безграмотных и абсолютно безнравственных людей Вот вы послушаете, как задает вопросы этот прокурор И как он, не дослушав ответа, начинает задавать следующий вопрос Ну, ему, наверное, полы мыть, может быть, где-нибудь можно поручить И то, наверное, плохо будет справляться А здесь он выступает как государственный обвинитель Якобы от имени государства Ну, на самом деле, это не представитель государства А представитель организованной преступной группы Вот, послушайте и посмотрите Не нарушат, да? Я подготовил свои соображения в письменном виде Нет, соображения в письменном виде, хорошо, вы ответьте, пожалуйста, сейчас на вопрос Пожалуйста Вопросы Вы знакомы с видеороликом? Да, знакомы С каким? Ну, и больше в мере я знаком со стенограммой, которая, я так понимаю, присутствует в деле Видеоролик просматривал Какой вы видеоролик просматривали? Видеоролик, который является видеообращением Владимира Васильевича Квачкова Я свечал звук и то, что не было Подождите, вы... вопрос Какой видеоролик название вы просматривали? Название я сейчас не помню Он там называют... Понятно Когда вы его просматривали? Ну, где-то около года назад Ну, дату, можете... Не дату, месяц хотя бы И год назвать? Ну, это, видимо, был 2015 год Конец года Конец, да Давайте скажем, там, ноябрь Ну, хорошо То есть вы лично где? На каком техническом средстве или что смотрели? Я видел его в интернет-сети Ну, естественно, я на компьютере смотрел На компьютере? Ну, кто смотрит на телефоне, кто-то на компьютере Я так проточняю Вы на компьютере смотрели, да? Да, кажется, да А в каком ресурсе или на сайте? По-моему, это было... Ну, сейчас точно уже не помню Да, по-моему, это был ресурс YouTube Общедоступный По-моему, так Хорошо, спасибо Так, и представлено у нас Савельевым диплом доктора наук Номер указан Ваша честь, Андрей Николаевич Савельев Кроме указанных документов По-моему, по-моему, что имеет не только опыт политики и политологии Он имеет опыт партийности Он является председателем партии Великой России в настоящее время Что позволяет ему стоить достаточно квалифицированно и компетентно Среди тех политических процессов, которые имеют место сейчас Как в области действующей власти Государственной власти, так и оппозиционных сил Которым он также изучает и знает Поскольку в видеообращении присутствуют совершенно угряду Ну, выявлено присутствуют факты и признаки явления общественно-политической жизни Отночивающиеся к области политологии Я думаю, что Андрей Николаевич сможет дать нам ясное пояснение По тем вопросам, которые мы не смогли получить В ходе экспертиз при анализе в виде обращения Которое мы имели раньше Спасибо У меня позиция, уважаемый суд, не изменилась И отношения, соответственно, данного лица Я отражаю по привлечению в качестве специалиста В связи с тем, что, в учетом, опять же, предмета доказывания По данному уголовному делу Необходимость специального познания Какого-то установления здесь, извиняюсь, всегда не имеется Поэтому прошу Спасибо, раз Подказать Значит, соц. выставши мнению участников судебно-разбирательства Совещаясь на месте Определить удовлетворить кодатскую защиту И допустить цереблю Анатолия Николаевича В качестве специалиста В качестве специалиста В качестве вещественных доказательств По данному уголовному делу ведет Савельеву специалисту подсудимый, пожалуйста Андрей Николаевич Вам обращались Адвокат или я Через адвоката С просьбой подготовить мнение специалиста По этому вопросу Об этом уголке, что вы смотрели ранее Напрямую я не могу сказать, кто ко мне обращался Ко мне поступили материалы В виде фотографий, видимо, из дела Того заключения экспертов Которые, как я понимаю, присутствуют здесь и рассматриваются И по этому поводу Я и публично выступал И свое мнение высказывал И какие-то заметки делал Сейчас я все это дело еще раз просмотрел Сделал там какие-то поправки И в письменном виде Своё мнение специалиста Об экспертизе и обстоятельствах дела Изложили Которая присутствует, как я понимаю, в деле А откуда вы понимаете? Ну вот я видел эти Вы материал уголовного дела знакомы? В целом, конечно Вы, да, бургарик материал уголовного дела Я видел экспертизу Рогачева-Шилкина Я вам не знаю вопрос Где вы ее видели? Я сказал, что я получил по электронной почте фотографии Страниц этой экспертизы И я с ней ознакомился А кто сказал, что это та экспертиза, которая знакомится в материалах дела? Ну я этого не подтвердить, не проверить А на основании чего вы тогда делали свои заключения? На основании того, что я видел по тем материалам, которые мне поступили Я не могу сейчас никак доказать, что я читал Нет, не надо ничего доказывать Вы ответили на вопрос и понятно? Да То есть по каким материалам вы делали свое заключение, непонятно, да? Ну, их произвольтение Вам поступили непонятно откуда? Ну, поступили, как я предположил, что это проверенный кризис Да, это предположение Откуда вы поступили? Наверняка я сказать не могу, потому что наверняка я могу только разу Все, 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 спасибо, спасибо Я просто пытаюсь уточнить Вы источник осведомленности по водоэкспрессии? Не могу точно не могу Спасибо, все, продолжайте Олег Иванович Вы смотрели видеообращение, когда вы готовили эту экспертизу? Дело в том, что я когда обнаружил, что видеоролик, который я просматриваю, и стенограмма полностью совпадают, я углубился в анализ стенограммы Поэтому я сличил, но мне не надо было сличать каждое слово Я посмотрел фрагментами, все абсолютно совпадает Поэтому я решил, что именно с этим я имею дело Тот видеоролик вы смотрели, он совпадает с тем, что вы видели сегодня? Ну да, то есть я не могу сейчас провести какой-то анализ Я не вижу, вот в памяти у меня нет никаких различий Именно тот ролик, мне кажется, что именно тот ролик я смотрел Вам кажется, секундочку Вам кажется Ну да То есть вы с уверенностью сказать не можете, что именно тот видеоролик вы смотрели Скажем так, насколько я могу быть уверен, настолько я утверждаю, что это Тот самый ролик Никаких расхождений я не знаю А насколько ваша уверенность соответствует действительности? Это вам судить, наверное, я не смогу сказать Я не смогу рассказать Ну я и у вас единство, что спросил Вы можете, что вы видите, что тот видеоролик, который вы видели сейчас Скорее всего, это то Из материалов дела Соответствует тому, что вы видели где-то из других стран Соответственно По содержанию Имеется ли в тексте ее обращения негативное высказание в адрес каких-либо общественно-политических сил? Ну я только одну там общественно-политическую силу замечаю Это то, что автор назвал жидолиберальный переворот или жидолиберальные силы Вот все То есть это некая-некая оппозиция Некие оппоненты Автора видеообращения А какой общественно-политической силы относит себя От кондитера? Как к действующему политику и политологу Вполне понятна эта позиция То есть это как бы Третий вектор Есть два вектора Вектор социалистической и коммунистической идеологии Идеологии вектор либеральный И вектор национально-патриотический Я однозначно из текста этого видеообращения Вижу, что автор причисляет себя к национально-патриотическим силам Хотя не чужд и в экономике допущения неких социалистических принципов управления Я уже начал отвечать на этот вопрос Я прошу прощения суда Игорь Васильевич Я просто буду отвечать короче Потому что профессор Сулакшин в детали Все за новым исключением согласен И как-то высказаться лучше, чем высказался он Я уже отвечал, что речь идет о неких силах Которые автор назвал уже долиберальными Я это воспринимаю как либеральные демократические силы Вполне определенный сектор политических группировок Которые причастны в том числе и к массовым беспорядкам 2011 года И то, что в видеоролике можно услышать И с чем, я думаю, мало кто будет спорить Эти силы продолжают оставаться наиболее опасными для российской государственности И свою деятельность, свое направление деятельности Они уже показали в 90-е годы И в этом смысле видеоролик Владимира Васильевича направлен Против возможного государственного переворота Который может исходить именно от этих сил Они по отношению к автору видеоролика являются враждебными И эта враждебность достаточно очевидна Мне кажется, что предпринимать какой-то особый анализ Здесь нет необходимости То есть это общедоступное знание Которое может получить любой, кто этот видеоролик просмотит Имеет ли в тексте призывы к свержению действующей государственной власти? Нет, таких призывов нет Наоборот, есть определенные опасения автора Они проследуются по всему тексту Что может произойти неконтролируемый переход власти К силам, которые враждебны национально-патриотическим Которых представляет автор И к которым он направляется в обращение Об объединении как раз с целью противодействия Такому неконтролируемому переходу власти Задача освобождения России От каких именно сил Общественного противодействия Оформулирует Виктор в виде обращения? От задачи освобождения каких сил? Ну это те же самые силы Которые названы Жидолиберальными или там либерально-капиталистическими В целом это можно обозначить как олигархия Которая правит правящее меньшинство Правящая в интересах своих собственных А не в интересах в целом государства и народа Именно против этих людей И направлен этот видеоролик К которому мы обращаемся В виде обращения имеется фраза Говорящая в том, что не допустить России развития ситуации Подобной той, что произошла на Украине и Новороссии Что имеется в виду? Ну здесь тоже по-моему все достаточно прозрачно Все смыслы достаточно очевидны Если у кого-то возникают иные интерпретации То наверное они не будут добросовестными То есть мы все хорошо знаем цепь событий на Украине Мы знаем, что именно либеральная группировка Используя экстремистские силы Ультра подготовленные силовые группировки Организовали вот этот майданный переворот То есть относительно законную в каких-то рамках власть Сменила уже совершенно незаконное О том, что там произошел государственный переворот Насколько я знаю, недавно один из российских судов Вынес такое решение И аналогичные события у нас в 2011 году явно готовились И автор ролика безусловно именно это знает И какие-то реминесценции здесь наверняка Когда он зачитывал свои обращения были То есть это противозаконный переворот Который может быть связан и с человеческими жертвами И с актами террора, вандализма и так далее И для меня нет никаких сомнений в том, что видеоролик направлен Именно против таких событий, против такого развития событий Тем более, что автор акцентирует свое внимание на поддержке Присоединения Крыма к России А это для либеральных кругов как раз событие, которое они встречают крайне враждебно Соответственно, события майданного типа Для автора видеоролика являются неприемлемыми И он призывает к тому, чтобы национально-патриотические силы объединились И не допустили такого переворота А если такой переворот произойдет Как сказано в видеоролике Военно-революционным маршем прийти в Москву И, как следует по смыслу, восстановить там конституционный порядок Не дать деструктивным силам захватить ведущие посты в государстве И механизмы управления Каковы взгляды автора Виктора на будущее России При сложном видеоролике И мы, в каком видеоролике практически так с вами общения Из видеоролика, конечно, тот, кто посвящен деятельности национально-патриотических сил Национальных сил, русского движения и так далее Прекрасно понимают, о чем идет речь О каком будущем идет речь Речь, конечно, не идет ни о каком беззаконии Ни о каких массовых политических репрессиях Ни о каком грабеже собственности Ни о продаже национальных интересов Как раз напротив предполагается введение таких механизмов Которые пресекли бы актуальную ситуацию Такого ползучего переворота Который создает условия и для горячей фазы переворота Когда действительно идет уступка национальных территорий Мы знаем это Китай Уступки Норвегии Морской акватории Когда происходит продолжение разграбления и государственного бюджета И государственной собственности История с Роснефтью хорошо Всем известно, кто за ней наблюдал И все эти процессы Они так или иначе будут остановлены Вопрос только каким путем Вот один из путей Намечен в том видеоролике Который мы прослушали И это путь Наименее затратный для общества Наименее опасный Это путь противодействия государственному перевороту Который подспудно уже созрел И может произойти в любой момент И думаю, что направление мысли автора видеоролика Абсолютно прозрачное и понятное Я думаю, что даже в этом зале нет ни одного человека Который бы не понимал, что там говорилось Ну, может быть, кому-то хочется разыграть это непонимание И придумать какие-то свои смыслы Домыслить за автора Вот заместить одни слова другими Как я мог в этом убедиться Что много раз выступая именно по поводу Разного рода экспертиз Что привлекаются очень часто эксперты Которые замещают одни слова другими И потом домысливают уже фактически без всякого доказательства Конечный итог Те мысли, которые кто-то им вложил в голову Или они там уже были заранее Не имеющие никакой связи Или эта связь не доказана С теми положениями, которые есть в анализируемом тексте Вот я свое видение излагаю Я допускаю, что мое видение может быть откорректировано, уточнено То есть оно является дискуссионным Как и любое мнение любого эксперта Если же какой-то эксперт начинает излагать свое мнение Считая, что это истина в последней инстанции И он может сделать конечные выводы То он превышает свои полномочия И их научная добропорядочность фактически исчезает Это значит полная дисквалификация Поэтому то, что я говорю Я говорю исходя из опыта анализа многих текстов Из опыта анализа ситуации в целом Из опыта чтения различных произведений Владимира Васильевича Квачкова И в данном случае не вижу абсолютно Этот текст не выходит за рамки общей патриотической риторики С которой я очень хорошо знаком Если есть там какие-то отклонения Они скорее отклонения в православно-патриотическую риторику Заимствующую некоторую часть лексики Из периода начала 20 века Или русского зарубежья Из риторики русского зарубежья Поэтому здесь я не вижу никакого повода Для того, чтобы из этого текста Делать декларацию, будто бы призывающую к насилию Государственному перевороту и так далее Скажите, пожалуйста, является ли Квачкова Общественным политическим деятелем, политиками или нет? Безусловно, является настолько, насколько нынешнее его состояние позволяет То есть в полном смысле слова, конечно, реализовать Те устремления, которые у него есть И ту роль, которую он хотел выбирать в личном положении, он не может Но какие-то элементы его позиции все еще доходят до граждан И я думаю, что у него очень много единомышленников Включая меня лично Скажите, пожалуйста, является ли данное видеообращение Владимира Васильевича Куркова Политическим по смыслу и содержанию Либо оно имеет иной характер? Оно, конечно, является политическим обращением В рамках привычной политической риторики Не выходящей за рамки каких-то За которыми можно было бы считать Что это обращение какое-то экстравагантное И действительно подлежит экспертному изучению И осуждению в качестве незаконных призывов Вы задали? Да, мы все задали У вас нет, у вас нет, у вас нет В гособидении есть такой? Да Пожалуйста Фактически тот же самый вопрос Когда стало вам известно? Откуда? Что по-другому? Когда и откуда вам стало известно Про обстоятельства появления этого видеоролика? К вам, может быть, кто-то обратился? Кто-то из доверенных лиц Мне присылают очень много подобных материалов Я неоднократно выступал в суде С опровержением разного рода экспертиз И мне Я в данном случае говорю Что в потоке этих материалов Мне пришел материал, связанный с настоящим делом От кого? От кого я сейчас сказать не могу Потому что это уже было довольно давно И я на это, честно говоря, и не обращал внимания Кто-то прислал Я стал анализировать материал Где было экспертное заключение И стенограмму Стенограмму я посмотрел Слечил с роликом Который попытался найти По адресу, который там был указан Но по этому адресу не нашел Поэтому я контекстным поиском Нашел где-то По какому адресу Я, естественно, не записывал Я начал смотреть этот ролик Убедился Который был указан? А? Который был указан адрес? Такого ролика в сети не было Вы сказали, что это было в конце 15-го года Ну где-то, я сейчас точно даже не могу сказать Ну где-то на ябре, может на ябре, декабре Не могу точно сказать И тогда же я составил какие-то материалы И публично выступил А как вы тогда нашли, каким образом Если нашли ролик, чтобы свечиться с текстом? Я по контекстному поиску Я не помню, как я набирал квачков Обращения, какие-то слова я набрал И нашел этот ролик А где? В каком адресу? Адрес я не записывал Но где-то в ютубе я нашел этот ролик И я его особенно внимательно не смотрел Потому что увидел, что стенограмма составлена качественно Поэтому я могу ее использовать И с этим текстом я в основном работаю То есть вы сравнили, я так понимаю Слово-слово Слово-слово Все абсолютно точно Так что вот этот материал я использовал Ну, к сожалению, я не могу, как я понял, процессуально представить свои материалы Поскольку получил их не в судебном заседании Поэтому я снимаю Вопрос в другом А смысл вам было вот от свеча? Для чего это вообще взяло? Я этим занимаюсь не первый раз И некоторые мои усилия были успешными Не было добычено незаконного осуждения Когда проанализирована деятельность экспертов Явно некомпетентна В данном случае тот материал, который я видел Явно некомпетентна Никакой материал здесь не исследовался при вас При мнении исследовался Я просто выражаю свое мнение Больше ничего Я не претендую на что больше Мы не знаем, какой материал вы там исследовали И кто там некомпетентен Хорошо Я говорю о том, что я сталкивался многократно С какими-то материалами Которые там некомпетентны Все понятно Все-таки вы как-то ушли от вопроса Меня вот интересовала цель вашего исследования Ну, пришел материал Вам, говорит, сотнями их там приходит Почему здесь кто-то вас попросил его исследовать? Если мне присылают материал Я им интересуюсь как ученый Я увидел здесь для себя определенный интерес То есть у вас где-то есть какая-то страница Я не знаю, какой-то адрес Куда вам как ученый Все направляют Любой человек может направить Любой абсолютно Открыто везде опубликовано Опять же, направляя, он должен получить какой-то, наверное, ответ Почему вы здесь кто-то оказались? Ни в каком другом процессе Ну, в Казани там, я не знаю Еще где-то Вы оказались в Самаре под делом Квачкова И как раз потому Я не столь безызвестный человек Я уже выступал в одном из процессов Владимира Васильевича Квачкова Вот я вас и пытаюсь Почему вы здесь кто-то оказались? Я объяснил, по-моему, что Я человек известный в том плане, что я могу делать такие экспертизы Обладаю достаточной квалификацией Отношусь внимательно и добросовестно к своей работе В данном случае я являюсь единомышленником Владимира Васильевича Квачкова Я хотел бы оказать ему помощь, чтобы незаконное осуждение его не состоялось То есть от него эта просьба исходила? Нет От защиты от родственников? Я думаю, что вот каких-то лиц решили таким образом оказать помощь Зная, что я такого рода работы выполняю Мне их прислали Я не могу Достаточно обширный у меня круг общения Поэтому я не могу выделить, кто конкретно прислал И даже у меня не было такой цели Потом я общался с адвокатами Я только здесь познакомился Это когда? Ну вот сейчас я приехал сегодня Только сейчас с ними познакомиться Ну вас, наверное, вызывали в качестве свидетелей Объясняли, для чего вы должны приехать Или просто вы приехали, просто приезжайте Мне присылали по электронной почте какие-то предложения Что вот могли бы вы приехать Я сказал, да, конечно С какой целью, для чего? Да, вот именно с той целью, чтобы как специалист оценить Специалист в области чего? Я специалист в области политических процессов и политических институтов А поскольку я являюсь доктором наук То мои воззрения и мои исследования достаточно широки Я услышав предшествующее обсуждение специалиста профессора Сулакшина Я как раз хотел бы добавить, что статус доктора наук не означает Что он действует в какой-то очень узкой сфере И вот за эту сферу он не выходит Напротив, напротив, обязанность ученого выходить в смежные сферы В том числе и социально-политические процессы Это там социальная психология, политическая психология Но это вы для себя выходите Я занимаюсь наукой, а это не для себя У вас научная какая-то степень в этой области есть? В области меня интересуют лингвистики и психологии Лингвистика и психология в данном случае не позволяют вообще дать никакого квалифицированного рассмотрения Вы ответьте, у вас кулификация Я отвечаю Только политическая квалификация дает возможность дать квалифицированный ответ Который вы услышали от Степана Сулакшина Надеюсь услышите об этом Мое утверждение, что никакой психолог не может анализировать этот документ Потому что он ничего не понимает стенограмму видеообращения Не может его анализировать, потому что он ничего в этом не понимает Потому что надо владеть политической наукой прежде всего Чтобы анализировать этот текст Никакой лингвист, если он не является политическим лингвистом Если он в этой сфере не работал Не может этот текст анализировать квалифицированно А я могу в силу своего опыта, в силу тех публикаций, которые у меня есть И в силу обязанности ученого со статусом доктора наук Обязательно входить в смежные области науки Это не случайность и не произвол Это обязанность Иначе вообще наука не сдвинулась бы ни на него На вас тогда какое впечатление произвел данный видеоролик? Когда вы его просмотрели? Я уже сказал, что этот видеоролик я воспринял как совершенно ординарную речь Которая встречается в тысячах подобных выступлений или текстах Не выходящую за пределы каких-то принятых норм Кому-то, может быть, показалось использование слова Жидолиберальный, жидолиберальная олигархия и так далее Может быть, показалось, что в этом смысле есть какой-то выход Потому что эти термины далеко не все используют И далеко не все воспринимают как допустимые Как, например, Степан Сулакшин не считает это допустимой культурной нормой Но во всем остальном это совершенно ординарный текст В котором нет ничего, за что можно было бы цепляться И утверждать, что здесь есть какие-то призывы к насилию, государственному перевороту Самый обычный текст Куда более жесткие тексты я встречаю ежедневно Их читаю, и никто не возбуждает никаких уголовных дел То есть и призывов, говорите, нет? Что? Призывов ни к чему нету Нету Ну, услышали сейчас вот Сулакшин Потому что призывы есть в какой-то там части В части свержения, насильственного свержения государственного строя Призывов нет К объединению К объединению я и говорю, что я такие призывы слышу и читаю каждый день И таких текстов множество И данный текст ничем не выходит за рамки обычной политической нормы Не политологической в данном случае, а политической Текст вполне ординарен и обычен Призывы к свержению действующей власти есть? Нет, в этом власти И в этом Несмотря на то, что Возрождение Я готов еще раз ответить, что нет Там таких Несмотря на то, что позиция автора И моя позиция крайне критична по отношению К действующей власти Призывов здесь, в этом тексте К ее свержению нет Вот написано Я записывал за вами От олигархов, которые правят во главе с Путиным Не знаю, что вы записывали за мной И что Вы задаете вопрос Да, олигархи правят Призывы к свержению действующей власти От олигархов, которые правят во главе с Путиным Вот я записывал за вами Я не знаю, что вы записали. Действительно, нынешний порядок необходимо считать олигархическим по классическому определению Аристотеля. Власть немногих в свою собственную пользу. От олигархата давайте возвращаться к тексту. Так вы возвращайтесь, а вы что-то записали и что-то мне пытаетесь сообщить. Это все в протоколе записано. Все, тогда прекращайте. Так, вот опять же, по тексту от олигархатов, которые брали в главе с Путиным, они, вот это выражение диктора к правящей, к существующей действующей власти относятся? Ну, несомненно. А? Несомненно. Так, а переворот или ликвидация Путина? В будущем это относится к будущим событиям, которые возможны, которые автор прогнозирует как возможны. Кем осуществимые? Не как желаемые, а как возможные. Я подчеркиваю. Кем осуществимые? Из текста, опять же, только к тексту. Вот вы, пожалуйста, мне по тексту задайте вопрос. Вы считаете, что вы изучили текст? Я изучил его текст, но я его не держу перед глазами. Я не могу искать сейчас в тексте, где там что есть и предполагать, о чем идет речь в вопросе. Можно? Пожалуйста. Первый. Да. Вот начинаем. Есть, ваше честь. Разшипер. Текст. Это из материала него. На первой странице вот обзад, однако есть точка сбора, сборки русских националистов, различных политических взглядов, точка сбора и сборки всего русского народа в единое целое. Жизненно важная задача сохранения земли русской нации, всенародная общерусская задача, освобождение России от Игоря Узейского, от Кабалы Житовской, от прочей поганой нечисти, неруси, захватившей Москву. Другие наши города и села, захватившись по прямому и целенаправленному преступному примыслу нынешней государственной власти. Да. В чем вопрос? Подлый, выживый и лукавый. Да. Подчеркиваю, по прямому и целенаправленному прямому мыслу. Вот этот вот абзац вы к чему относитесь, исходя из ваших научных соображений? Что здесь с политической точки зрения? Здесь содержится описание ситуации, свойственные автору риторики. Описание ситуации и предположение, что есть точка сборки. Однако есть. Он предполагает, что есть точка сборки русских националистов, различных политических взглядов. И ориентация задачи этих людей, которые могли бы собраться. То есть здесь в гипотетическом плане изложено возможное собирание неких русских националистов, которых пишет автор, и для решения жизненно важной задачи сохранения на земле русской нации. Все, по-моему, предельно просто и не требует никаких усилий лингвиста для понимания. Ну, тут вы фразу из контекста выдергиваете, а то, что освобождение России от игаудейского, от кабалы жидовского, от прочей поганой нечисти, неруси, про это меня интересует. Ну, скажите, что вас интересует, я отвечу. Я вам сказал, что вы с политической точки зрения, для чего это было сказано и какие цели преследовал автор. Чего тут непонятно еще? Вот я и думаю, что может быть непонятное в этом тексте. Речь идет о том, что... Я не политик, раз вы приглашены сюда в качестве специалистов, будьте добры давать показания здесь суде. Вы же задали вопрос. К чему относится вопрос ига иудейская, кабала жидовская и прочая поганая нерус, нечисть, нерус, захватившую Москву и так далее? К чему относится, к какому субъекту все это относится? Из контекста следует, что речь идет о характеристиках ныне действующей власти. Эти характеристики являются экспрессивными, но в них не содержится никаких признаков, призывов к насилию, а лишь определенный риторический оборот, связанный с своеобразным стилем автора, ориентированного на риторику, более относящуюся к началу XIX века или к публицистике русского зарубежья. Или нужно объяснить значение, что такое нерус, иудейская и так далее? Дальше, подсеку с новым фразу, пояснить тоже, опять же, с этой же точки зрения. В ответ смеются. Значит, все наши религиозные расхождения вторичны по сравнению с задачами совместной борьбы за освобождение Руси от жидовского когала и других иноземных захватчиков. Спасибо, Вячеслав. Ну, дайте, что-то не могу. Речь шла в этом фрагменте текста о том, что рядом с автором находятся люди иной религиозной ориентации, и они находят какое-то понимание сверх того, что между ними есть религиозные различия. Так и что? Нет, совместная борьба за освобождение Руси от жидовского когала. Кого и с кем совместная борьба? И от какого когала в предыдущем абзацу соотношения, которое выше было озвучено? Нужно объяснить, что это такое когал? Не надо мне объяснять никаких понятий. У вас соотношение по тексту вот этой фразы, о которой мы говорили ранее. То есть, значение слова когал вам понятно? Конечно. Я думаю, что непонятно, поэтому вынуждено это обсудить, если позволит суд. Не обсудить, не пояснить. Пояснить, да. Пояснить. Дело в том, что в данном случае используется православно-патриотическая риторика. Она не близка многим. Она является своего рода маркером для многих людей, как это было и в конце 19 века, и в начале 20 века. Для одних это был маркер своего, для других это был маркер чужого. И в данном случае это используется именно как маркер своего. Негативное отношение к никому когалу в кавычках. О чем идет речь? Речь идет о переносном и расширительном значении. Слово когал, которое часто используется в всяких лингвистических измышлениях, это словарные значения, к контексту они не имеют никакого, ровным счетом никакого значения, потому что политическая риторика, которая кажется некоторым архаичной, но она дожила до настоящего дня, предполагает использование слов когал, как некий клан, как некая корпорация, аморальная, антигосударственная и так далее. И только в этом смысле, я вижу из контекста, они и используются. Вот здесь я позволю себе не согласиться с экспертом Сулакшином, когда он выставляет вперед этническую составляющую. Я утверждаю, что здесь этнической составляющей нет, и если бы она была, то она где-нибудь в этом тексте проявилась бы. В данном случае речь идет о реализонравственном ориентире, который связан с никим когалом, который противостоит напротив духовно-нравственным принципам православно-патриотической общественности. И вот это противостояние, оно и выражается в использовании этого термина. В данном случае этот термин оказывается близким как православным людям, проживающим автора, так и неправославным людям. Вот все значение этого слова и причина его использования в такой риторике. Ну а теперь возвращаясь к моему вопросу. Про Кагаловы пояснили. Соотношение освобождения Руси от жидовского Кагала с освобождением России от Игоря Узейского, от Кабалы Жидовской. Да, все эти термины связаны именно с тем стилем автора, который был принят и который был принят в русском зарубежье, в русской публицистике и в начале 19 века, пока некоторые слова не были криминализированы в политическом смысле и пока за них не начали убивать большевики русских людей. Об этом сейчас мало известно, но вот в случае мы об этом напоминаем. Но это к действующему периоду относится или к 19 веку, я так и не понимаю? Еще раз скажу, что эта риторика была принята, широко принята. Это риторики вопрос, да. Вы уходите за вопрос, вы пытаетесь куда-то уйти. Я вам четко задаю вопрос. К действующему периоду вот этой риторики? Я бы вам сказал, что это авторская риторика, происхождение, которое я описал. Оно является... Но если бы меня интересовал происхождение, я бы вам задал, расскажите происхождение этой риторики. Вы бы, наверное, ответили. Вы спрашиваете к сегодняшнему дню или к прошлому. Я говорю, к сегодняшнему дню применена устаревшая риторика. Подсеркс, я вам спрашиваю. Я прочитываю. Действующей власти, к действующему периоду. Освобождение России. То есть это идет речь о будущем. Освобождение. Не уже освободили или не освобождаем данное? Освобождение к будущему периоду. Значит, описание ситуации естественно текущее. Естественно текущее. Но риторика архаическая. Вот и все. К текущей. Вся особенность состоит только в риторике. К текущей. Я правильно. Вы правильно записываете. Это можно сразу помнить. Фраза. Тут тоже вырывать их тяжело, конечно, из текста. Как вам там, что задавал страной защиты. Так. В данном случае, в нашем случае, и сейчас. Это жидобандеровского олигархата во главе с Порошенко в Киеве. Жидолиберальным олигархатом во главе с Путиным в Москве. Вот то, что мы как раз, я вам задавал, раньше вопрос не стали, что. По тексту вам надо. Вот я вот нашел вот эту фразу. Это отнесено к какому периоду. И связана ли вот фраза жидолиберальным олигархатом во главе с Путиным с теми фразами, которые по тексту были. Освобождение России от Игоудейского. И, соответственно, задача несовместной борьбы за освобождение Руси от жидовского Кагала. На мой взгляд, Степан Сулакшин здесь все уже достаточно описал. Если есть необходимость, я вам могу повториться. Не надо комментировать Степана Сулакшина. Если я согласен с его... Выбивайте меня, пожалуйста, выслушайте, чтобы я каждый раз не делал замечания. Вы второй раз уже ссылаетесь на Сулакшина. Мы его выслушали. И перед данным конкретно вам вопрос. И дайте, пожалуйста, так, как вы видите ответ на этот вопрос. Еще раз можно вопрос? Соотношение, я вам могу говорить, к какому периоду. В данном случае сейчас это жидо-бандерусский олигархат во главе с Порошенко в Киеве, жидо-либеральный олигархат во главе с Путиным в Москве. И с фразами, соответственно, самое первое, это освобождение России от Игоудейского Кагала и Жидовского, от прочей поганой нечисти и так далее. И задача несовместной борьбы – освобождение Руси от Жидовского Кагала. Опять же, освобождение, освобождение. И здесь вот освобождение от кого и в какой период автор. Пять или четыре фрагмента вы приняли из разных пусков текста. Одни из них относятся к настоящему, а те, относятся к будущему. Какие? А те, которые описывают настоящее время и в настоящем времени неизвоженные, относятся к настоящему. Вот Жидовский олигархат во главе с Порошенко в Киеве, Жидовский олигархат в Киеве. Когда до цитирования по тексту, вы сказали нет. Сейчас вы опять возвращаемся к тому, что вы говорили, отвечая на вопросы защиты. Уточните опять тогда, где вы правильно говорите. У меня разные уже завистили. Я в противоречие не вхожу. Ну, объясните тогда, на чем нам основывается, исходя из ваших... Здесь достаточно знания русского языка, чтобы понять, что одни фразы относятся к настоящему. Настоящее знание, специалист, я вам делаю замечание. Прошу. Здесь участвуют в процессе звания. И ответьте, пожалуйста, на вопрос. А не давайте свою оценку участникам процесса. Ваша честь, я не даю оценку участникам процесса. Все, закончили привикание. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Я как смог, я ответил. Потому что сейчас мне приведено пять фрагментов в рассыпную. Я не могу сориентироваться. Я сказал, там, где используется настоящее время, относятся к настоящему. Там, где речь идет о будущем, о перевороте, относятся к будущему. Тут все понятно. Да, на оценку муколингвист дать вполне, да? Муколингвист мог просто человек с улицы дать ответ. Еще вопросы. А вот, сразу возвращаясь к тому, что последующий вопрос, вот тут также обратили внимание, символик какая-то присутствовала на данном видеообращении? Ну да. Да, символик. Когда я смотрел видеоролик в сети, я не обратил внимания, я рассмотреть не мог. У меня не было достаточного разрешения монитора. Какая-то символика была, но я на нее внимание не обращал. Сейчас я посмотрел, она тоже едва различима, я не очень понимаю, что там нарисовано. Ну, здесь вот, увязывая его с текстом «Руки националистов», вы, как специалисты, сюда приглашены в области политологии, политических наук. Мы же не просто так ли с вас выслушиваем это. Вы сами напросили сюда в процесс прийти и нам дать суждение по этим вопросам. Знаете вы, кому это принадлежит, символика в общем? Я даю объяснение, что я не могу рассмотреть на этом ролике, если кто-то может, он может. Исходя из текста, тогда можете. Не могу сказать, как я могу связать тексты, кому относится автор, к какому политическому движению или организации, к какому политическому движению или организации. Ну, он здесь, в тексте упоминается о народном ополчении имени Мины Пожарского. Я без текста знаю, что в свое время Владимир Васильевич Плочков возглавлял эту организацию. Что я еще могу сказать на эту тему? То, что там... Даже весело, нет, не надо. Даже весело, дальше не надо. Вы знаете, кому относится автор или относится ли он какой-то организм? Вот и все. Сейчас скажу. Зачем это через вот так ходить? Ну, мне же о символике говорят. Если по тексту, я сказал. Ну, упоминается. Первый вопрос был о символике, а второй вопрос был не по тексту. Я ответил? То есть, исходя из текста, минимум Пожарского отнесли, да, автора отношений? Прошлые времена. Прошлые времена. В какие, на сколько периоды? До момента его заключения под стражу он мог, наверное, осуществлять деятельность общественно-политическую. После этого он вряд ли. С момента объявления этой организации террористической никакое руководство этой организации невозможно. Тем более, из места лишения свободы. То есть, вам известно об этом, что она презенциалистическая? Известно, да. А вот здесь вот фразы, о которых, соответственно, судимый говорит. Согласно программным установкам движения народного ополчения Минин и Пожарского, с началом национально-освободительной революции во всех колониях, на освобожденных территориях и заключенных будут формироваться добровольческие штрафные батальоны народного ополчения. Что может пояснить по поводу этого абзаца? Я не воспринимаю этот абзац как соотнесение с народным ополчением Минин и Пожарского, которого не существует, которое запрещено. Деятельность его, я как специалист, наблюдающий за политическим пространством, смею утверждать. Деятельность эта организация не ведет с момента запрещения. А речь идет только о некой программной установке, какая она, где она находится, в каком она виде существовала, о некой отдельной программной установке. Если вы внимательно изучали вот это видеообращение Квачков, там ссылается, что пытаются еще только запретить данную организацию. Ну там уже решение-то состоялось. Какое решение? Не вступившее в законную силу. Ну да. Автор на это ссылается. А вы сейчас пытаетесь утверждать там, что его уже на тот момент не существовало? Может быть, я в датах ошибаюсь. Может быть. Это вы не утверждаете. Вот фраза. Этот же долиберальный переворот по ликвидации Путина, с целью ликвидации Путина, может состояться в любое ближайшее время. Счет идет уже не на годы, а на месяцы. Мы встретимся в военно-революционном походе на Москву, в Соратнике. К чему это было адресовано? Эта фраза является прогнозом возможного будущего и неким ответом на этот прогноз, что некие Соратники должны собраться и пресечь антигосударственный переворот, который прогнозируется. Я так отношусь к этому прогнозу. Сразу тоже, чтобы не забыть, вы сами не являетесь в свое время сторонником, членом данной организации? Нет, не являлся. Взгляды не разделяли? Взгляды я разделяю в взгляды Владимира Васильевича Ковачкова. С программными документами организации я не знаком. В ней состоял. Ваши... у вас есть какие-то научные труды в профессорах? Да, более 20 монографий вообще. Ни идти? Да, них более 20 монографий. Соответственно, ваш итог же вопрос задам, потому что ваши труды не признавались людьми в Российской Федерации. Если признавались, то какими и что за труды? Норильский суд объявил мою небольшую работу, сможет ли Конгресс русских общин русифицировать Россию. Экстремистский. Это был 2013, что я не могу сейчас точно припомнить. Вступил в законную силу в силу того, что я не смог ни приехать, ни поучаствовать в суде, а экспертиза была фальсифицирована. Ну, это уже... Это один труд только признан экстремистом. Все-таки какие силы должны формировать отряды штрафников, можете пояснить, поэтому он завтра последний вопрос. Этот абзац сформулирован достаточно неясно, и все мои фантазии на эту тему не имеют отношения к той позиции, которую может высказать автор, и ему виднее, что он имел в виду в данном случае. Нет вопросов. Садись, пожалуйста, к вам прощаюсь. Так, в своих пояснениях вы указали, что диктор говорит о неконтролируемом переходе власти. Почему вы пришли к такому году? Ну, дело в том, что для контролируемого перехода власти нужна какая-то программа, которая опубликована была бы о неком переходе из нынешнего состояния в какое-то другое. Нужны официально заявленные механизмы, как это все будет происходить. То есть, на самом деле, это требует определенных стадий законности. А тот переворот, о котором содержится информация в видеообращении в качестве гипотезы, он не предполагает, таких программ не существует. И та группировка, которая имеется в виду, или та, которую я могу себе представить, исходя из текста, не собирается проводить какую-то законную смену власти, например, на выборах. Какие силы будут участвовать в этом перевороте с точки зрения автора текста? В подробностях... Автор называет этот текст? Фактически он не называет. Он описывает эти силы условным термином «жидолиберальный олигархат» или «жидолиберальная оппозиция», там что-то в этом роде. Эти силы могут быть распределены, быть как в системе власти, так и вне власти. Фигура бывшего министра финансов Пудрина показывает, что он может состоять в правительстве или стоять на трибуне оппозиционного митинга. Поэтому здесь говорить о том, что есть некий субъект, который мы ясно видим, который произведет переворот, нет. Я думаю, что у автора для обращения тоже нет такого видения точно определить и описать этот субъект. Поэтому он ограничивается только общим определением. Скорее, такого идеологического характера. И по освобожденным территориям. Вы объясните, пожалуйста, тот же вопрос к предыдущему специалисту. Я могу предполагать, что здесь, происходя из... Вы указали о том, что в своих пояснениях автор текста говорит о том, что военный революционный поход будет направлен на то, чтобы войти в Москву и, соответственно, восстановить действующую власть. Где-то вот так вот вы сказали предыдущую власть. Ну, я бы не сказал, что действующую власть, а восстановить законность и правопорядок, скажем так. Прошу прощения. Вот. В этом же абзаце, который вы комментировали, есть освобожденные территории. Вот поясните, пожалуйста, с фрекологической точки зрения, с каких освобожденных территорий военный революционный поход в Москву, по мнению автор жан. Ну, поскольку речь идет о будущем, то есть это тоже некая гипотетическая конструкция, что будут некие освобожденные территории. Вопрос, от кого они могли бы быть освобождены. Речь идет о том, что произойдет некий жиголиберальный переворот, а потом эти территории должны быть кем-то освобождены. Ну, видимо, как я предполагаю, сторонниками Владимира Васильевича или его единомышленниками, которые вот эти силы переворота на местах отстраняют от власти и сделают то же самое, что тот самый военно-революционный поход должен сделать в центре, в столице, освободить ее от незаконных структур, которые там будут пытаться захватывать органы власти. Чем, по мнению автора обращения, отличаются силы, которые в настоящее время формируют, стоят у власти от тех сил, которые будут совершать перевороты? Как раздражить их? Эти силы, как я уже сказал, являются распределенными, то есть у нас в силу сложившихся обстоятельств политическая субъектность не сосредоточена в каких-то отдельных партиях, организациях, а клановой структуре общества мы не знаем. Мы не говорим про общество, касаемо только обращения, которые мы посмотрели. Я и говорю, что здесь автор вынужден был ограничиваться общей идеологической картинкой, не объявляя о субъектах, которые могут быть и в системе власти, и за пределами власти. То есть антигосударственный переворот автор относит только к вот этим либерально-демократическим кругам, которые могут быть и в оппозиции, и вне оппозиции. Прошу прощения, где-то не звучали демократически. Ну, я так интерпретирую слово «жидолиберальный». Если хотите, чтобы я все время это повторял, я могу это повторять. Здесь нет конкретно очерченного субъекта, но его наличие угадывается в самых разных структурах. Вот уже это моя точка зрения, которая не отражена в подробностях названий, но эти структуры угадываются в разных органах власти региональных, федеральных и вне власти, в оппозиционных силах, которые известны нам по деятельности близкой к Майдану, о чем автор тоже говорил. И эти похожие на Майданные действия мы видели в 2011 году. То, что это возможно, возможны массовые беспорядки, возможны попытки захвата власти, мы уже убедились в этом. Поэтому, исходя из этого знания, я думаю, что Владимир Васильевич Пачков об этом хорошо знает, он и написал это воззвание. Скажите, пожалуйста, оценивая весь текст, скажите, пожалуйста, имеются ли в тексте какие-то установки на формирование у людей, значит, каких-то действий по отношению, насильственных действий по отношению к представителям власти, каких-либо там совершению действий, поджоги, взрывы, вот исходя из данного текста видеообращения? В тексте нет никаких следов направления любой какой угодно группы лиц, единомышленников или нет к совершению насильственных действий. Нет ни конкретного прямого описания, ни посвенного. Хотя мы прекрасно знаем, что политика без насилия не обходится, но в данном случае об этом речи не было. Если писать какие-то политологические работы, конечно же, любой переворот, государственный переворот и освобождение от этого государственного переворота вряд ли обойдутся без насилия. Но это мы в скобках понимаем, но в данном случае, в данном тексте ничего подобного я не усматриваю. Я еще вопрос. У меня вопрос есть. То есть вы не согласны с высказанными Сыпановичем по поводу того, что он присутствует, по поводу насилия, смене, свержению пульсами, ликвидации пульсами? Я прошу прощения, я говорил о тех установках, которые есть. Но это не является установкой. У АСКО. Я и сказал об этом. О том, что, хорошо, еще раз повторю, некие жидолиберальные силы некие, они могут совершить государственный переворот. Разумеется, он без насилия не обойдется. Но автор об этом не говорит. Он не говорит о том, что против этого насилия нужно применить свое насилие. Хотя очевидно, что без этого невозможно представить себе освобождение. Вы говорите, не говорит от слова отставки Путина либо ликвидации Путина. Это о чем говорит? Это речь идет о жидолиберальном перевороте, а не о ориентациях самого автора роли. Он не является сторонником того, о чем вы только что прочли. Не является сторонником, он вообще известен. Автор. Не является он сторонником? Я жидолиберал. Еще раз могу я сказать, что из текста прямо следует, что автор не является сторонником жидолиберального переворота, но против не является противником. Ваша честь. В колонии, в каком суде. Здесь немножко я не понял вопрос. Вы сказали, вы отнесли меня? Нет, никто не вам ничего носил. Я уточняю вопрос с вопросами, заданными Степаном Степановичем. То есть у вас получается другая точка зрения в этом вопросе? Я снова вынужден повторить одно и то же. Я повторяю, к сожалению. Наши точки зрения в данном случае, вы сами сослались, поэтому я ссылаюсь. В данном вопросе абсолютно идентичны. Речь идет о том, что автор не является сторонником, напротив, является противником того насильственного переворота, о котором идет речь, когда затрагиваются вот эти жидолиберальные силы. Противником является. Он является как раз противником насильственного захвата власти этой группировки. Спасибо. Есть вопрос? Нет. А скажите, пожалуйста, отношение к ныне действующему президенту по отношению к присоединению Крыма, как выражает свой автор? Автор однозначно поддерживает это присоединение. Я бы хотел дать пояснение еще небольшое, что очень часто ошибка экспертов или просто людей, которые пытаются рассуждать на политические темы, связана с тем, что они видят в политике только дихотомию. За и против. Вот за присоединение Крыма или против. Если ты за присоединение Крыма, значит, ты за Путина. Если ты против, значит, ты против Путина. Нет, политология или политическая наука выявляет множество векторов. Я как раз подошел к вопросу о том, что невозможно и нет никакой необходимости соединять вместе. Вы можете объяснять, что вы сказали перед этим, что по-русски написано, на уровне обывателя. Совершенно верно, абсолютно здесь ясно написано, что автор является сторонником присоединения Крыма. Но при этом он не становится сторонником Путина. Получили ответы? Да, спасибо. Вопрос. Прошу ответить, опять же, применительно именно содержание обращения. В своих пояснениях вы указали о том, что, значит, обращение было указано на действия, связанные с ликвидацией последствий совершенного, как автором обращения, сложного элитрального переворота. Правильно, Василий? Да. В процессе этого восстановления или этого боезда революционного похода, как указано, в тексте есть, в снижении есть выступления, какие-либо данные, указывающие на изменение основ, конституционные настроения, формы управления государством и так далее. Нет, в тексте нет, таких положений нет. То есть в обращении каких-либо данных, указывающих, что в ходе этого будет изменяться конституционный строй и формы управления, не имеется? В обращении нет. Нет, так, все, еще фото, нет, да, только один, так, нужно отца в замене, дали, ну я в принципе возражаю, там уже заявлял сходотайство, вот именно как специалист, Министер при обзоре видеоролика. На допросе и детишек, да, он не может и нужен. Нет, он тут может. Да, отпустить. Если можно, я остался в зале. Нет, в зале вы не можете остаться, нет, потому что если вы собираетесь, какие-то еще, как специалисты, вы были введены какие-то свои заключения, передавать суду и так далее, все это вот не врачу. Спасибо. 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 И, что, в России, он выявляется совершенно однозначным образом. В России российское правительство, российская власть осуществляет геноцид русского большинства. Самая страдательная народность или самый страдательный народ на территории России это русские. Никакие не внешние враги, там Обама или кто-то там еще, кто якобы замышляет против нас, они гроша ломаного не стоят, как наши враги. Наши основные враги, конечно, это люди, сидящие в Кремле, возглавляющие нашу страну. Именно поэтому возможны вот такие судебные процессы, которые мы представляем в виде видеоролика. Без нашей солидарности, без участия русских людей в русском движении мы, конечно, не преодолеем геноцид, а это значит, если не преодолеем, то наш народ погибнет. Задача простая, нам надо встать стеной против врагов нашего Отечества и нашего народа. И тогда Владимир Васильевич Ковачков выйдет из заключения, и если мы поторопимся, то у него хватит сил, чтобы выйти в избирательную кампанию и стать первым русским президентом в нашей стране. Чего я желаю всем русским людям, и Владимиру Васильевичу Ковачкову, выражая ему всяческое уважение за его, можно сказать, ежедневный подвиг, нахождение в тюрьме требует от него такой концентрации воли всех душевных сил, которая немыслима для обычного простого человека. И за это ему, конечно, низкий поклон, как достойнейшему представителю русского народа. Хотелось бы, чтобы на воле было много таких же людей, как Владимир Васильевич, и чтобы сам он вышел из заключения, и мы установили в России русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин